сдувает траву сижу наслаждаюсь на заднем дворике привет мои дорогие друзья привет мои новые подписчики извините сегодня не при параде сегодня полдня занималась спортом потом гулял с собакой сейчас займусь какими делами невозможно снимать ну вот наконец-то тихо еще раз привет друзья сижу наслаждаюсь вообще муж мне сделал замечание что должна сидеть на youtube такая вся при параде я сегодня от них не при параде и вообще поменялось отношение к жизни отношение к тому что тебе подумают другие люди раньше помню я боялась даже мусор вынести без макияжа сейчас я снимаю жизнь такая какая она есть и я такая какая есть вот чем я занималась эти дни вместе от дома полный порядок то есть дом чистый белье чистое постельное белье чистое куча стирки было я себя вот подстригла маникюр педикюр сделала я уже еще раз повторюсь занималась я каждый день занимаюсь фитнесом там гуляла с собакой вчера я еще отдравила свою ванну плиту ванной дело в том что у нас там есть такой чердак как бы угловой вот так вот крыше я туда еще никогда не залазил то есть нужно лестнице дело в том что последний этаж и чувствуется сырость и там нагнетается вот эта черная плесень по чуть-чуть и вот в ванной плитка покрывается этой плесенью я вчера ее чистила думала с ума сойду естественно там куча химии я всем этим дышу а потом вспомнила как я работала на клининге то сегодня вернее вчера я драила свой дом это происходит не каждый день до чтобы очистить плитку ванной а я вспомнила как детройте я целыми днями этим занималась по два дома в день и в каждом доме я также драила эту чистую эту плитку кошмар конечно как я это пережила и не сдохла я уже где-то там рассказывала что у женщин которые постоянно работают на клининге там страшные экземы на теле волосы вылазят страшное дело вообще но не будем о грустном но все равно придется говорить о грустном потому что вчера потеряла время искала отдых на океане потеряла полдня есть очень привлекательные варианты я же ищу варианты отдыха с собакой и в прошлых годах таких предложений было немного и вчера я нашла эти предложения даже с мини-кухни весь плиточка где даже в этой квартире скажем так в этих апартментах стиральная машина сушильная машина что мне всегда не хватает когда мы едем в отпуск допустим а здесь полный люкс полный комфорт есть гостиная есть спальня и даже дело не в деньгах но и в них тоже потому что была пандемия и сроки оплаты налогов в америке налоги оплачиваются только раз в год сроки оплаты налогов связи с пандемией безработицей отстрочили с мы обычно как это здесь принято оплачиваем налоги в начале года до начала апреля где-то так но связи с пандемии эти сроки перенесли на более позднее время то есть мы платили налоги свои осенью мы этим воспользовались потому что муж не работал и вот сейчас мы опять заплатили эти налоги причем продали старую машину и сейчас возникает опять же вопрос об отпуске муж говорит подожди ничего не планирую я должен заработать я должен заработать на налоги на следующий год и в том числе на наш отпуск совместный вот и потом когда я потеряла полдня в поисках вариантов нашего отдыха совместного я считаю вообще раз в год нужно куда-то выехать потому что иначе крыша поедет нужно поехать хотя бы на неделю где-то расслабиться поменять обстановку ни о чем не думать хотя все равно приходится думать там допустим где покушать выгулять собаку что-то там подучить вот в этом году другая проблема я подала на гражданство и сейчас вообще сроки неизвестны я смотрела блогеров одна девочка получила ну как молодая женщина получила приглашение на сдачу этих тестов на собеседование через три месяца здесь у меня адвокаты говорят что среднем люди получают приглашение через полгода то есть если я подала в конце марта на вот свои документы на гражданство я учитаю март конец марта конец апреля значит конец апреля апрель март апрель май июнь июль август пятый месяц шестой месяц сентябрь муж говорит планирую где-то вот даже начало сентября то есть вообще непонятно я посмотрела все эти отели все эти предложения и на май и на июнь и на август и на сентябрь том себе сказала стоп света ты вообще не знаешь когда придет тебе приглашение на собеседование то есть для понимания вот это вот приглашение присылают недели за три до момента встречи с иммиграционными службами и тогда начинается гонка ты начинаешь срочно все учить либо если ты учить учил раньше повторять ты начинаешь нервничать переживать в общем весь отпуск может покрыться темным мраком из-за твоих переживаний и вот я даже не знаю что делать честно говоря как это все спланировать но не поехать на океан это тоже как бы нос океан в трех часах от нас мы в прошлом году ездили в вирджинию сейчас я посмотрела варианты в оушен-сити и даже не знаю что делать сейчас вообще невозможно что-то спланировать так все поменялось наша жизнь все наши планы нарушились чем нужно наверное своей интуиции больше поддаваться делать так как тебе более удобно и как ты чувствуешь я бы так сказал потому что опять же посмотрела новости я сейчас политику не комментирую все позакрывала я вот думаю если если мы все доживем через пять лет я захочу посмотреть чем я жила сегодня у меня хотя бы останутся вот эти вот видео эти переживания которые сейчас у вызов закрыты потому что открывать их небезопасно небезопасно для меня и для тех людей которых я люблю вот поэтому сейчас говорят уже открыт о ядерной войне у меня даже слов не находится чтобы это комментировать я надеюсь что бог все видит бог все это остановит будем молиться ничего другого нам больше а те кто вот занимается постоянной гонкой вооружений я надеюсь что они тоже понимают последствия всех этих действий но будем оптимистами все равно все равно я попытаюсь планировать наш отпуск чего и вам советую то есть гоните безумные мысли все будет хорошо у нас пусть будет мир пусть цветет это планета вот я говорю там птицы поют давайте наслаждаться этой жизнью радоваться кому живу пока мы имеем счастье чувствовать эту радость эту природу и имеем желание планировать какие-то наши хорошие вещи путешествие отпуск вкусную еду пока мы можем пока мы можем любить пока мы можем думать говорить и надеяться с любовью подписывайтесь на мой канал кстати очень мало просмотров я уже говорила у меня такое впечатление что youtube как бы или кто-то я не знаю какие-то хейтеры воруют просмотры потому что у меня есть несовпадение если кто-то хочет поддержать мой канал буду очень благодарна даже за чашечку кофе чтобы у меня был стимул для вас снимать дальше потому что последнее время я немного приуныла подписчиков больше просмотров меньше самые большие просмотры были конечно когда я комментировала политику сейчас я этого не делаю поэтому просмотры упали но я люблю говорить то что я думаю я люблю высказывать свое мнение и очень надеюсь что когда-то я свои видео открою и мы все будем в безопасности и сможем высказываться так как считаем нужно поэтому еще раз спасибо за просмотры до встречи